Возможности карты для семей участников спецоперации расширяются. Все больше образовательных, спортивных и культурных учреждений Одинцовского округа предоставляют возможность льготного посещения мероприятий. Вместе с мужем и дочками Екатерина посетила обновленный Звенигородский манеж. Музей после реконструкции приятно удивил, признается женщина. Музей открыли, много про него говорят, и мы решили, пока супруг в отпуске, сходить все вместе посмотреть. Музей очень понравился, все настолько новое, все настолько впечатлительно, интерактивно. Мы в таких музеях еще не разу не были. И мы очень рады, что у нас в Звенигороде такой музей появился. Вместе с семьями военнослужащих манеж посетил и глава округа. При создании концепции музея организаторы пошли не по кровеческому направлению, а показали историю города через выдающихся личностей, связанных со Звенигородом. Вот здесь портреты потомков, которые были у власти. И царевна София, Иван Пятый, Федор Первый и Федор Третий. Андрей Иванов осмотрел историческую экспозицию, мультимедийные проекции и послушал экскурсию, которая составлена с учетом интересов как детей, так и взрослых. Экскурсия построена самым несерьезным образом. Почему? Потому что когда мы становимся очень серьезными, то мы становимся скучными. Поэтому, например, в разделе про Чехова, Левитана и Танеева у нас идет рассказ. Они же были очень большие шутники. И мы построили рассказ с записками из их дневников, как они шутили друг над другом. После осмотра экспозиции Андрей Иванов вручил семьям военнослужащих корзины с продуктовыми наборами. А с директором музея Еленой Кожевниковой обсудил планы о расширении культурно-исторических площадок Звенигорода. То, что мы сейчас имеем исторические ландшафты вокруг, которые писал Левитан, которые вдохновляли Танеева, все это у нас сейчас есть. И нужно только это развивать, правильно развивать, цивилизованно развивать. И мы достигли общего понимания, что это должно развиваться как единый туристический кластер с объектами культурного наследия, с усадебно-парковыми комплексами, с уникальным экологическим потенциалом. Реконструкция Звенигородского манежа имеет знаковый для города характер и задает темп для его дальнейшего культурного и исторического развития. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».